Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, мир вам и благодать от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа. Прошел еще один год, многое изменилось, мы стали старше, хочется верить, что стали мудрее, духовно сильнее. Наблюдая за миром вокруг нас, мы как никогда отчетливо осознаем близость конца греховной земной истории. За последнее время люди привыкли к вестям о военных конфликтах, о голодании людей, о природных катаклизмах. Но вот уже два года человечество будоражит новая беда – пандемия коварной болезни. Изменились условия жизни практически каждого жителя земли. Мы помним, как год назад нас тешили надеждой «вот будет вакцина» и все это закончится. Но год прошел, а облегчения все нет. Зная Библию, мы видим здесь исполнение предсказаний 24 главы Евангелия от Матфея. Мы наблюдаем, как у нас на глазах создаются условия для исполнения пророчеств в книге Откровения, о последних днях. Что же происходит с людьми вокруг нас? Бедные беднеют, богатые становятся богаче. Вместо того, чтобы сплотиться перед общей бедой, простые люди и мировые державы все больше отдаляются друг от друга. Во многих странах происходят массовые акции протеста. А с телеэкрана все чаще звучит слово «война». В сердцах многих сегодня тревога и неуверенность в завтрашнем дне. Какое же благословение имеем мы с вами? На фоне происходящего Господь заботливо обеспечивает своих детей всем необходимым. И потому Он ожидает от нас верности при любых обстоятельствах и побуждает благовествовать погибающему миру. Сегодня мы можем уверенно провозглашать – пришествие Христа к нам близко, как никогда. С 2020 года Северокавказская миссия приняла стратегию, которая называется «Идем вместе». Вместе мы и прошли весь 2021 год. И подводя итоги года, можно выразить благодарность Богу. Несмотря на коронавирусные ограничения, церкви продолжали проводить богослужения и служить этому миру. Да, появились новые методы и формы нашего общения и служения. Практически в каждой общине используются современные методы связи. Мы освоили Zoom, WhatsApp, Skype, YouTube, социальные сети. Мы используем эти средства в молитвенном служении, в работе советов, отделов. Некоторые церкви транслируют свои богослужения, пасторы публикуют свои проповеди. Впрочем, мы понимаем, все эти вспомогательные средства не заменят личного общения. Поэтому большим благословением в 2021 году стали детско-семейное выездное богослужение, лагерные встречи, молодежные слеты, детские фестивали, музыкальные концерты, праздничные богослужения. Многие общины организовывали социальные мероприятия, раздачу одежды и продуктов, акции на тему здорового образа жизни. Благодарение Господу, что Он продолжал прилагать спасаемых к Своей Церкви. В июле месяце прошел пятый съезд нашей миссии, изменился состав служителей. В некоторых общинах поменялись пасторы. Благодарение Богу, что все наши служители посвящены и верны Господу. Благодаря вашим пожертвованиям за этот год существенно продвинулось строительство молитвенного дома в городе Черкесск и обустройство базы в селе Круглолеское. Произведен ремонт в нескольких молитвенных домах. Средства на эти работы берутся из годовых даров. Если вы не успели поучаствовать в этом сборе, еще есть такая возможность. Пусть это будет как еще одна десятина в конце года. С вашей помощью и Божьим благословением мы сможем в новом году завершить строительство и посвятить молитвенный дом для единственной пока церкви Карачаева Черкесии в городе Черкесск. Говоря о служении на территории Северо-Кавказской миссии, хочется отметить, что оно очень разнообразно. Мы испытываем благословения от работы адвентистских санаториев «Божий дар» в хуторе Воронов, жизнь со вкусом в хуторе Петровский, действуют магазины продуктов здорового питания в разных городах, детские образовательные центры, книжные магазины. Все эти прекрасные виды и направления служения мы будем развивать и дальше. Нашим пастырским коллективом мы анализировали служение и определили три главных приоритета на Новый год. Первый наш приоритет – это качество нашей духовной жизни, систематическое изучение Библии. Мы разработали новый план чтения Библии. Спрашивайте его у вашего пастыра. Давайте вместе прочитаем все священное Писание за год. Давайте также возродим ежедневное изучение уроков субботней школы. Качество духовной жизни – это еще и настоящее молитвенное служение. 22 января мы начнем 40-дневный молитвенный марафон. Второй наш приоритет – это социальное служение и евангелизм. Социальные проекты, служение домашних групп и спасение душ через изучение библейских уроков. Судя по времени, нам всем надлежит быть учителями, дорогие друзья. Третий наш приоритет – это наши дети, подростки и молодежь. Мы будем развивать клубы «Следопыт», «Искатели приключений» и молодежные клубы «Амбассадор». Мы просим вашей поддержки и личного участия. Наши дети и молодежь – это наше главное миссионерское поле. Дорогие братья и сестры, Господь напоминает нам через свою вестницу. Своими представителями на земле Бог избирает не безгрешных ангелов, а людей, подверженных таким же слабостям, как и те, которых они стремятся спасти. Христос принял человеческую природу, чтобы стать единым с человечеством. Чтобы спасти мир, нужен был Спаситель, который сочетал бы в себе качества Бога и человека. А мужам и женам было дано священное поручение открывать неисследимое богатство Христова. Апостол Павел дает нам пример полного посвящения поручению Иисуса Христа. Он пишет, Мы призываем всех членов Церкви Северокавказской миссии хранить верность открытой нам истине и объединиться в провозглашении Евангелия. Давайте в новом 22 году будем идти вместе, как гласит наш девиз. Желаю каждому из нас в этом новом году привести хотя бы одну душу ко Христу, одного погибающего грешника спасти для вечности. Господь обещает быть с нами в этом поручении во все дни до скончания века. Да благословит Он нас и наших близких. Аминь.